здравствуйте михаил снова мы с вами встречаемся но сегодня по случаю вашего успешного выступления на юношеских олимпийских играх которые проходили в китае золотая медаль 81 килограмм дзюдо и хотелось было услышать из первых из первоисточника как ощущение как вообще борьба прошла какие положительные стороны от этого мероприятия вообще в общем вы получили эмоции и тогда здравствуйте конечно олимпийские игры прошли удачно если так в общем взять все мне понравилось отлично набрался только среди взрослых тут второй раз только среди юношей то есть уже совсем совершенно другая атмосфера против этот приехал на передство мира и урок когда мы все это исти там раз поборолись раз там вот а может там пару дней и разъехали да там ты живешь именно спортом там олимпийская деревня как небольшой город я спортсмены именно там с разных видов спорта все общаются дружат чем-то меняется что-то рассказывают то есть просто сам для себя что-то новое познаешь очень интересно и очень здорово то что что таки не только один вид спорта много разных не только одна страна много разных стран люди общаются не обращая внимание на то с какой ты страны пути цвет кожи даже дали будете обе расповедания то есть все совершенно одинаковые люди для вас ну как уже достаточно опытного соревновательного дзюдоиста да который прошел уже и первенство европы мира вот состязание можете ли вы отличить вот именно состязание вот олимпийского до юношеского турнира дзюдо и первенства мира или европы насколько психологически до вас было сложно или легко участвовать и насколько опыт участников или до уровень участников на этом мероприятии был высокий или низкий но именно для вас это большое ощущение естественно мы все же понимаем то есть то если брать все таки ну мирно потяжелее будет потому что в том плане то есть когда то она может встретить и двух человек да то есть это и больше людей но и ты понимаешь то что как бы чуть психологически другое потому что мир там может быть 50 60 человек да и там когда страна может привести там не особо сильных ребят да то есть никакую это способность скажем так а на олимпийские игры вот данные которые были то есть был отдельный отбор не как например например мужских игр а вот и чисто по-другому то что на них едет только призер мира и было не 8 весов категория 4 то есть несколько весовых категорий как бы в едино служились и то есть понимаешь то что уже с первой свадки ты уже борешься уже с призерами мира то есть с первой допустимой свадки были все призеры мира не было таких то есть просто он с какой-то страны и его допустили в некоторых местах конечно где было совсем мало людей потому что ну в основном все пошли в 66 и 81 там да там добавили там где-то австралии может еще какие-то страны то есть ну где мало раз это я сдал чтобы как-то их поддержать вот ну весе 66 и 81 как бы таких проходящих скажем свадок не было вот и другой стороны тоже понимаешь то что ты единственный со страны то есть даже не в каждом весе одни со страны и вроде бы понимаешь такие же соревнования такие соперники ну стоит задуматься что если сделать одну ошибку маленькую то все уже не утешение ничего и поехала домой даже как бы самому стыдно будет то что страна по надеялась тебя поставили единственный человек который может побороться представить видишь и прыгаешь это очень сильно и высокая такое психологическое напряжение сверху да и вот с ним приходилось с ним больше боролся чем даже с соперниками ну вместе с вами был и тренер да это господин гладченко да он как-то помогал настраиваться конечно ну все эти дни когда мы были мы в принципе провели вместе потому что мы троем поехали я он и еще ну тут чего настя девочек представлял вот и то есть мы можно сказать все эти 20 дней пока были мы все время были вместе там вот с новодельника очень сильно помог тоже морально как-то где-то раскрузить там еще что-то такое где-то чуть напрячь может где-то расслабить ну вот это вот первый год работы тренером он это все хорошо понимает и поэтому вот это все прошло удачно сейчас предстоят у вас еще два старта до конца года это первенство европы по молодежи до 21 года и первенство мира какой у вас сейчас такое внутреннее состояние после победы да на юношеских играх то есть и она такой приподнятые или все-таки вы как бы сейчас концентр ну то есть что вы вот вам все по силам либо все-таки вы сконцентрированы максимально и пытаетесь анализировать все ваши поединки нет такого то есть вот я выбрал олимпийских до юношеских все типа я понимал то есть даже настраивался на то то что я приеду сразу начнется сбор и прям поеду капитально готовится ну конечно вадим якович чуть-чуть разрешил пару назад я пробуду дома я чуть-чуть на пару дней позже подъехал и мы как бы посовещались решили то есть на личной европе бороться не буду только на командной вот ну конечно лично это гораздо серьезнее чем командно то есть сейчас на пересе европы будут два старта за это личные и команды и команды это будет первый раз тоже делать то есть вы будете только в команде представлен это команде это сделано для того чтобы немножко все-таки отдохнули до после ну лично понимаете это нужно очень серьезно настроить ну то есть там морально и форма сейчас не самая лучшая сейчас был пик к олимпиаде прошел олимпиада выиграна туда и естественно это сразу резкий упадок те кто то есть он занимался этим понимая не понимает то есть после в хорошей человек форме будто сразу будет упадок поэтому сейчас не самая лучшая форма чтобы ехать на европу наличную можно поехать ну и зачем поехать там одну-две садки и задачи мир больше то есть для вас на сегодняшний день это переста мир и это основная задача на задача на мир поехать европа тоже важна тоже в команде буду стараться не подвести ребят и за каждую спадку также цепляться принципиально просто лично пока еще нет смысла скажем так теннисский старт решил что не надо у вас есть своя техника дзюдо свои коронные приемы и так далее но вы уже не первый год участвуете в крупных соревнованиях и первенства россии и европы и мира и вот уже юношеские олимпийские игры связи с этим вы все-таки есть некоторые спортсмены многие конкуренты ваши они уже тоже следят за вашей борьбой вы делаете какие-то выводы делать какие-то доработки что-то изменяете вы как бы для себя открываете больше возможностей конечно конечно я рассчитываю на то что по-любому каждый соперник уже выходит и он понимает что он выходит уже не с парня который с улицы пришел а тот который уже что-то может и умеет поэтому приходится каждый раз чем-то новым удивлять а эта работа в основном с кем она ведется она ведется с вашим личным тренером или это это задача личного тренера там что-то может помочь тренер сборной тоже может подсказать что-то еще но тренер сборной он больше подводка и к соревнованиям либо где-то морально помочь что-то подвести к стату личных нет не может все время находиться рядом А если новые какие-то доработки, я стараюсь это как-то с личным тренером больше, а подвестись с вернуванием или еще что-то с тренеров в форме. Что интересного Вы для себя открыли, помимо состязательной части, в Китае? Вообще, Вы первый раз были в Китае. Успели ли Вы как-то посмотреть Китай по мере возможности? Что-то интересное для себя? Конечно, мне вообще Азия больше нравится, чем Европа. В Китае я был в первый раз, летели уже в Шанхай, гигантский город. Просто очень сильно удивился, какие масштабы. Потом мы поехали в Нанкин, где были и сами игры. Ну, понравилось, в принципе, те же люди. Может быть, чуть-чуть другой менталитет, но так тоже самое, в принципе. Да, конечно, города там побольше все, естественно, и масштабы все. Попробовали китайскую кухню? Да, конечно, попробовал. Ну, не по мне. Ну как, покушать можно попробовать? Ну, в каждой же стране, в каждой каком-то материке, в каждой национальности свои какие-то вкусовые приоритеты. Поэтому, если мы там любим, например, ВОЧ в России, то они там любят утку по-пекински в каком-то соусе, в каких-то специях, а им это больше по душе. А что готовит в родном вашем городе, в Туапсе ваша мама, когда вы приезжаете домой? Ну, обычно, как я приезжаю домой, полный холодильник еды, прям валится через гор, хотя я прошу все время, чтобы готовил его поменьше, потому что и за весом как-то следить надо, и одному тоже это все есть потом. Ну, по-разному. Бывают утку запекают, там, бывают даже эклеры, там, бывают, испечут. Ну, то есть, по-разному. Она звонит все время и спрашивает, спрашивает, я уже пытаюсь сказать, и все, в стол влазит. Но все равно что-то, вот то, что с кухней она постоянно любит удивлять. Спасибо большое, Михаил. Удачи вам в дальнейшем результате. До свидания.